Произошло это 22 января 2015 года в полдевятого утра, когда еще вся большая страна не знала, что у нас происходит, это только начало было, то есть мы даже жители Донбасса не понимали и верили в то, что ну это сейчас закончится, что там в 14 году все началось, уже 15, ну что это, растянут разве этот конфликт? Нет, но как видите, увы, и я ехала на работу, это троллейбус был, там были люди, которые ехали с работы, тоже на работу, и в полдевятого 4 мины 120-х прилетело, как нам тогда сказали 120-е, я до сих пор в этом не разбираюсь, не знаю, на том моменте в этом месте было ранено 13, 20 человек, 20 человек было ранено, 13 погибло сразу. Чудом я осталась в живых, насобирала больше всех ранений, 6 осколочных, потеряла при этом руку и ногу, и их оторвало прямо на месте, руку и ногу, я с ним еще вылазила, спасалась, кричала, естественно, помогите, спасибо на то, что, как доктора говорят, это была зима, что не было так, простите, жарко, и мы, как они говорят, сумели сохраниться, и спасибо, что приехали бойцы, на тот момент ополченцы, и они быстренько всех нас развезли по больницам, и спасибо моим бойцам, которым меня спасали, они увидели мои ранения и поняли сразу, куда меня везти, в какую больницу, чтобы сразу мне оказали первую помощь. Там же водитель троллейбуса или маршрутки, да, погиб тоже? Водитель, Александр, как сейчас помню его зовут, мы даже с ним уже здоровались, уже был один маршрут, знаете, ехать на работу, с работы, и уже заходишь, такой, здравствуйте, здравствуйте, и вот в этот же день, и в этом троллейбусе, по этому маршруту мы с ним ехали вместе, но судьба распорядилась по-другому. Ты показываешь, как можно жить наперекор вот этому всему, да, то есть вот ты улыбчивая, ты смеющаяся, ты, там, можешь анекдот рассказать какой-то. А ещё и плачу, как все, как девочка, ещё и бываю плачу, но этого никто не видит, этого никто не знает, да. И своим примером, да, я также стараюсь, допустим, старалась и стараюсь делать это в Донецкой Народной Республике, и сейчас уже, когда выезжая в разные города нашей страны, работая с молодёжью, тоже своим примером показываю, что, ребят, инвалидность — это не проблема, главное — захотеть вперёд действовать. И сейчас у меня есть лекции, да, когда я рассказываю своего, почему она началась, для чего она началась, и вот они такие смотрят, и я говорю, ребят, я не герой, герой — это врачи, которые меня спасли, а у меня просто на тот момент там был молодой организм, он поддержал меня, чтобы я не сдалась. И в конце лекции подходят вот девчонки, мальчишки, это можно я вас обниму? Вы действительно герой, я говорю, я не герой, правда, вот правда, а для них я уже вот пример, герой, и вот они там подписываются, начинают со мной общаться уже в личку, знаете, там писать, Юль, привет, а вот я, это вот у меня пример есть студентов из Якутии, а вы знаете, мы тоже сегодня поехали, отвезли гуманитарку. Эгей, молодцы, говорю, это же прекрасно. Ну, на самом деле... Субтитры создавал DimaTorzok